Улица Поварская Давайте отправимся в путешествие И открою презентацию Итак, вот перед нами уже улица Поварская Сейчас, подожди Винча, демонстрацию не видно Сережка, вот эту цифру я пропускаю 88 Так, все, да Все, теперь Итак, вот перед нами улица Поварская Мы отправляемся в путешествие Улица Поварская начинается от улицы Новый Арбат И идет до Кудренской площади Так, сейчас отправимся дальше Сережа, у меня что-то не листает Вот, все пролистнули Итак, вот у нас с вами Поварская улица Видите, да, она начинается от улицы Новый Арбат И идет до Кудренской площадь И идет до Кудренской площади Поварская улица возникла как часть важной торговой дороги От Москвы в Великий Новгород Первоначально улица начиналась от Арбатской площади Однако в 1960-х годах прежнее начало Поварской было сломано При прокладке Нового Арбата И теперь улица Почетной стороне начинается с дома номер 8 Название улицы получила по дворцовой Поварской Слободе Где жили повара и другой обслуживающий персонал царской кухни Кроме главной улицы Слобода имела ряд переулков Которые тоже имели замечательные названия Хлебный, ножовый, скатерный, столовый, чашников Все эти переулки сохранили свое название Так что мы можем путешествовать по целому кварталу Где жили служащие царского сытного двора А с левой стороны А с левой стороны Поварская начинается Так, сейчас у нас помню А с левой стороны Поварская Поварская начинается самым старым зданием У меня не листается Итак, вот наконец-то мы Сегодня у нас какие-то тоже сбои Итак, самое старое здание на Поварской Мы с вами видим Это церковь Симеона Столпника Каменная церковь была построена в конце 17 века По указу царя Федора Алексеевича В стиле русского узорочия А церковь имеет пять главок Вот, видите, пять главок Вот оно здание церкви Алтарь церковный Трапезная и колокольня А еще два предела со своими главками Вот один мы видим с этой стороны А другой симметрично с другой стороны церкви находится На колокольне были установлены колокола Литья знаменитого мастера Моторина Который отлил царь колокол Который вы все видели И стоит он в Кремле В 1801 году В этой церкви состоялось тайное венчание Графа Николая Петровича Шереметьева И его крепостной актрисы Просковьи Ивановны Жемчуговой Ковалевой Еще один знаменитый прихожанин Был в этой церкви В последние годы жизни Сюда ходил Николай Васильевич Гоголь Перед войной церковь была закрыта И в ней находились разные мастерские В пристроительстве Калининского проспекта Ее собирались снести Но усилиями общественности Ее удалось отстоять Здание было отреставрировано И украшено ажурными крестами Однако практически сразу По распоряжению властей Кресты были срезаны В 1968 году здание храма Отдали Всероссийскому обществу охраны природы И в нем разместился выставочный зал Мелких животных и птиц В 1992 году церковь была вновь передана церкви Здесь начались службы И от прежнего убранства храма Сохранилась икона Храмовая икона Семена Столбника Которую все эти годы сохраняли прихожая Сразу за церковью Интересный дом и первое посольство Это дом Грачева В 1873 году Московский купец Текстильный фабрикант Митрофан Грачев Купил часть старой усадьбы И поручил перезагрузку Митрофан Грачев Был, ну, человеком, прямо скажем, странным И после того, как он в своей загородной усадьбе построил дом В виде копии казино в Монте-Карло По Москве стали ходить упорные слухи Что свои богатства, позволившие ему скупить пол Москвы Он выиграл в рулетку Александр Зыков Не стал строить такой шикарный дом Как в Монте-Карло А построй ограничился объединением в одно здание двух ранее стоявших построек Добавив над встроенной частью купольную кровлю и атик Вот, посмотрите Но, тем не менее, центральная часть украшена очень нарядно Здесь много лепнины в виде гирлянд Венков и дубовых веток Дом этот привлекает, всегда привлекает внимание С 1944 года и в настоящее время В усадьбе размещается посольство Норвегии Итак Следующий дом Это дом Цветлина Построен, как и предыдущий, в стиле эклектика И тоже занят посольством Напоминаю, что эклектикой у нас назывался такой стиль Который использовал ранее существовавшие стили Иногда часто их смешивал И лучше мастерам удавалось, смешивая различные, казалось бы, плохо совместимые формы Получать красивый гармоничный дом Вот так и здесь мы видим Если рассматривать отдельные элементы Мы будем их относить к разным стилям А в целом дом очень красивый Дом получился несимметричный Левая часть здания выделяется по высоте И похожа на дворец эпохи Ренессанса Итальянский дворец Парадный вход массивный С колоннами, балконом огромным Вот о чем я говорю Вот об этой части сейчас показываю Вот парадная На парадном сверху балкон Огромное полуарочное окно И сверху еще адик Украшенный Лепниной А посмотрим теперь правую часть поближе А правая часть совершенно не похожа Но тоже очень красивая Так Здесь тоже замечательный Барочный Лепной узор На всем фасаде Посмотрите еще Какой интересный элемент Вот это очень редко встречается В московских домах Видите, здесь вот на фасаде Такие ниши глубокие И в этих нишах стоят вазы А видите, в нишах Ниши украшены еще и раковинами Вот это удивительно Раковина, это у нас стиль барокко И вазы тоже из того же стиля А еще очень интересный У нас адик И посмотрите Огромное Полуциркальное Полуциркальное окно И оно закрыто Такой вот красивой мелкой решеткой Необыкновенной А еще в интерьере В оформлении интерьеров Этого дома Принимал участие Знаменитый художник Михаил Вругель Он написал Несколько панно И в том числе Три сюжетных Но хозяева выбрали Только три панно с цветами Этим домом Последний владелец этого дома Был Цетлин И сын Цетлинов Михаил Осипович Был поэтом Билетристом Меценатом В 1915 году Он создал издательство Зерна Где выходили книги Волошина Или Эренбурга И других известных писателей В 1917 году Цетлин уехал во Францию Но из-за границы Михаил Осипович Продолжалось давать В книге русских поэтов И писателей Живших в эмиграции А в его доме На Поварском Сейчас располагается Посольство Кипра Продолжим наш Рассказ На другой стороне улицы И этот дом Тоже будет домом поэтическим Перед нами Особняк Сарбекова До строительства Нынешнего здания На этом месте Располагался дом Капитанской дочери Лаухиной С 1828 года Помещение в этом доме Снимала бабушка поэта Михаила Юрьевича Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева Которая проживала здесь Вместе со своим внуком В этом доме Ну как в этом доме Мы его не видим В доме, который Стоял на месте Этого дома Михаил Юрьевич Написал свою первую поэму Индианка А также начал издавать Рукописный журнал Утренняя заря После подселения Еще одной семьи в дом Бабушка обиделась И переехала В другой дом Но тем не менее Два года Михаил Юрьевич Жил здесь А заказчиком Современного дома Выступил почетный Гражданин Москвы Моисей Сарбеков Купец первой гильдии Особняк был построен В 1900 году Архитектором Львом Кекушевым В стиле модерн С этим архитектором Мы с вами уже встречались И еще не один раз Встретимся на этой улице Небольшой дом Зажатый между двумя Высотными домами Не потерялся А обращает на себя Внимание Особой элегантностью А фасад дома Украшен Керамической плиткой Светло-серого цвета На фоне плитки Выделяются Белокаменные Четко прорисованные Обрамления Окон и дверей Да, вот мы Обращаем внимание Вот они Украшения Белокаменные На первом этаже А на втором этаже Совершенно другие Но особо нарядно Оформлен Оформлена левая часть здания Над главным входом И также Элемент Свойственный Кекышу Это козырьки Вынесенные За край дома А в период С 1920 По 1940 годы В здании Размещалось Дипломатическое Представительство Посольства Литвы И почти Весь этот период Пост Посла Занимал Известный Русский Поэт-символист Юргис Бултрушейтис Бултрушейтис И работал И жил В этом доме И к нему Сюда Приходили На поэтические Вечера Все Русские Поэты Москвичи В память Бултрушейтис На фронтоне Здания Установили Мемориальную доску Вот вы видите Ее справа Даже можете Прочитать Здесь достаточно Хорошо видно А в наши дни В доме Размещается Дом Юргиса Бултрушейтиса Культурный Центр При посольстве Литвы А вот еще Может быть Вам будет Интересно Что в 90-е годы Прошлого века В здании Была открыта Литовская школа И вовсе Не для литовских А для русских Детей И вот у нас Есть в Азимуте Дети Которые учатся В литовской школе Так Следующий дом Тоже Литературный Это доходный Дом Баскакова Сооруженный В 1914 Году Архитектором Петровичем Посмотрите Это тоже Это тоже Модерн Но как он Не похож На предыдущий Особняк И как он Не похож На последующие Вот все Дома Мы много Увидим На этой улице Домов В стиле Модерн И все Они будут Не похожи Друг на друга Но вот этот дом Это последний Московский Адрес Поэта Писателя И переводчика Ивана Алексеевича Бунина В квартире На первом этаже Вот Я кстати покажу Вот она Вот здесь Вот окна Квартиры Принадлежавшим Родителям Его жены Веры Николаевны Муромцевой Бунин Жил и работал С 26 Октября Обратите внимание 1917 Вот он Так удачно Приехал В день Начала Революции И Жил он Здесь До 21 Мая 1918 Года Из окон Этого дома Иван Алексеевич Наблюдал За революционными Событиями В Москве И делал Записи Которые Легли В основу Его книги Окаянные Дни Отсюда Через Одессу Он уехал В Париж И в память О писателе В 1993 Году На стене Дома Была установлена Мемориальная Доска Вот видите С левой стороны Дома А вот здесь Вы видите Ее круто Недалеко От дома На перекрестке В 2000 году Была установлена Память Ивану Алексеевичу Бунину Вот вы видите Его на правой Частью Слайда Итак Иван Алексеевич Бунин Лауреат Нобелевской Премии По литературе 1933 Года Бунин Получил Нобелевскую Премию Первым Из русских Писателей В сквере Рядом С памятником До недавнего Времени Сохранялся Вяз Долгожитель Которому Свыше 200 лет Вот вы С краешку Это снимок Старый И вот здесь Вот вы видите 200 летний Вяз А сейчас Уже Увы Он Развалился И Увидеть Мы его Можем Только На фотографии Итак На следующем Переулке Мы остановимся Перед Домом Носенкова Чтобы Вспомнить Еще одного Поэта Которого Вы все Наверняка Знаете Это владение Было Известно Еще С 17 Века Особняк Стоявший На этом месте Переходил В собственность От одного Владельца К другому И вот В 1800 И сдавался В наем И вот В 1807 Сюда Переехала Семья Пушкиных В гостях О Сергея Львовича Пушкина Отца Поэта Бывали Такие Известные Люди Той эпохи Как Историк Карамзин Поэты Вяземский Батюшка В 1887 Году Городскую Садьбу Выкупил Купец Носенков И построил На ее месте Нынешнюю Особню Проект Выполнил Александр Каминский Бывший В ту пору Старшим Архитектором Купеческого Общества Москвы Каминский Строил Все свои Дома В стиле Эклектика Вот Вы уже Знаете Что это Такое Вот И Дом Тоже Очень Красивый В нем Есть Своя Прелесть Кому В конце Спрошу Кому Какой Стиль Больше Понравится Так что Обращайте Внимание Какой Выбирайте Самый Красивый Дом С 1935 Года В особняке Располагалось Венгерское Посольство После Переезда Посольства На Мосфильмовскую Улицу В доме Открылся Центр Венгерской Культуры Здесь Проводятся Выставки А также Музыкальные И литературные Вечера Пойдемте Дальше Через дом От Венгерского Центра Находится Центр Уже Мировой Культуры Институт Мировой Литературы Имени Горького Институт Занимает Бывшую Усадьбу Князя Гагарина Занимавшего Должность Директора Императорских Театров Усадьба Усадьба построена После пожара В 1823 году Архитектором Доминика Жюлярди Дома Доминика Жюлярди Мы с вами Видели На какой улице Вспоминайте Правильно На Пречистинке Двухэтажный Ампирный Особняк Имеет Неповторимый Облик Из-за Необычной Композиции Центрального Резолита Напоминаю Резолит Это у нас Выступающая Часть дома Центральный Резолит Резолит На уровне Второго Этажа Представляет Собой Давайте смотрите Три арочные Ниши Вот Раз Два Три Оформленные Колоннами Дорического Ордера Опять Вспоминаем Дорический Ордер Это колонны Совсем Неукрашенные Вот И в глубине Которых Расположены В глубине Ниши Расположены Окна А верхняя Часть Ниш Украшена Лепниной Очень Красиво Так Давайте Посмотрим Следующий Сайт В доме Сохранилась Оп Вот Смотрите Зайдем Зайдем Теперь внутрь Дома В доме Сохранилась Планировка И отделка Интерьеров И вот Главный Центр Композиции Это парадная Лестница С красивой Решеткой И светильниками А верхний Вестибюль Украшен Тоже Посмотрите Дорическими Колоннами Как и на фасаде И тоже Размещенные В нише Как бы Внутреннее И внешнее Убранство Перекликаются После Гагарина Усадьбой Владел Комнозаводчик Охотников В 1843 Году Он продал Усадьбу Управлению Государственного Комнозаводства Это же была Очень важная Отрасль Это сейчас У нас Автомобили А тогда Главным Транспортом Были Кони И вот В глубине Участка Располагался Конный Манеж А в нижнем Этаже Главного Дома Поселился Заведовавший Московскими Конюшнями Генерал Гартун А Гартун К нам Чем Интересен Он Был Женат На дочери Пушкина Мария Александровна И судьба Генерала Сложилась Очень печально Гартун Был Невинно Осужден Судом Присяжных И прямо На суде Застрелился Это трагическое Событие Описано Львом Николаевичем Толстым В его Произведении Живой Труп А Мария Александровна Пушкина Вошла В историю Литературы Еще И как Прообраз Анны Карениной Тоже Героиня Произведения Льва Николаевича Толстого В 1932 году В здании Открылся Литературный Институт Имени Максима Горького Сейчас он Называется Институт Мировой Литературы Российской Академии Наук И в 1937 году При институте Был открыт Музей Горького А в 1956 году Перед входом Был установлен Памятник Максиму Горькому О работе Знаменитого Знаменитого Скульптора Веры Мухиной Вот Все вы знаете Наверняка Одно А кто-то И две Скульптуры Знаменитые Но самая знаменитая Это Рабочая колхозница А тот Кто Ходил По Большой Никитской Посещал Консерваторию Тот еще Видел Памятник Петру Чайковскому Это тоже Памятник Работы Мухины И так Отправились Дальше Оп Соседний дом Более скромный Но тоже Принадлежал Аристократу Это Дом Шереметьево Графа Шереметьево А дом Был доходным И сдавался В наем Посмотрите Мы Видим Что дом Как бы Представляется Нам цельной Композицией А на самом деле Он построен Из двух Отдельно стоящих Зданий Просто Правую И левую Часть дома Они построены Одна в 18-м Году Часть Половина А другая В 33-м И вот И как же здорово Архитектор Взял И Объединил Эти дома И получился Единый Ансамбль История Этого дома Связана С жизнью Все того же Александра Сергеевича Пушкина Так В 1826 году Квартиру здесь снимал Лицейский товарищ Пушкина Камерюнкер Александр Бакунин В 1927 году Здесь жил еще один Знакомый Пушкина Иван Лобанов Ростовский А с 28-го года Здесь проживал Уже знакомый Нам с вами По Арбату Полковник Сергей Дмитриевич Киселев В гостях у которого В декабре 1828 года Александр Сергеевич Впервые Прочитал Свою новую Поэму Полтава При этом Присутствовали Кроме хозяина Его близкие Друзья Петр Вяземский И Федор Толстой Американец В память об этом событии У центрального входа Установлена Памятная доска Вот они Показывают Вот она здесь Доска Видна А вот здесь Вот И сама доска Которую вы тоже Можете Прочитать Итак Пошли дальше Весь следующий квартал По правой стороне улицы Посвящен музыке Начинает музыкальную тему Дома охотникова Шувалова Которую мы с вами видим И тоже Как и дом Нарышкина Он состоит Из двух частей Разновременно построенных Но посмотрите Опять Как здорово Архитектор Архитектор Александр Каминский С которым мы тоже Уже встречались С вами не раз Он перестраивает дом И он объединил Два дома Построив Вот эту вот Угловую башню С куполом Она и стала Самым главным Украшением Этого дома В 1950-е годы Дом передали Музыкально-педагогическому Институту Гнесиных А в 89-м Открыли Камерный концертный зал Музыкальная гостиная В доме Шувалова Итак Продолжаем Музыкальную тему Следующий Музыкальный дом Это здание Академии Музыки Имени Гнесиных Смотрите Какой огромный Протяженный дом Но он не кажется Монотонным Потому что Здесь тоже фасад Посмотрите Выделен Двумя боковыми Резолитами А в середине Вот такой Интересный Ритм Колонн А внизу На фотографии Мы видим Пять женщин Это родные сестры Представляете Пять сестер Гнесина Все они закончили Московскую консерваторию По классу Фортепиано И вот именно они И решили Еще в 1890-90-е годы Что они Должны основать Училище музыкальное Им помог Известный пианист Сафонов И прислал Первых учеников Сначала В их дом На собачьей площадке Это здесь рядом Вот И дата основания Считается Как раз Тот день 1895 года Когда была Зачислена Первая ученица То есть Первая ученица Это уже Училище И посмотрите Какая славная История Что же было Дальше К 20-му году Уже было Столько много Учеников И заведение Разделено На собственно Детскую школу И училище То есть Уже два уровня А в 44-м году Обратите внимание Во время войны В Гнесинке Появилось Еще и высшее Учебное заведение Сегодня Гнесинка Это одно Из самых Знаменитых Музыкальных Институтов Не только В Москве Но и в России И она Включает В себя Полный цикл Подготовки Музыкантов И музыкальную Школу И колледж И академию Собственное Здание Для Гнесинки Было построено В 46-м году То, что Этот дом Принадлежит Музыки Мы Видим В украшениях На фасаде Вот здесь Вот между колоннами Ну здесь мелко Но все равно Видно Смотрите Между колоннами Круглых Круглых Медальонов Находятся Портреты Русских Композиторов Вот здесь Вот виднее Вот здесь Даже можно Разглядеть Мусоргский Римский Корсаков Дальше Здесь не видно Но там еще Есть и Парадин Ну сейчас Даже не помню Кто еще А посмотрите Дальше А перед входом Стоят два Великих Композитора Слева Это Сергей Васильевич Рахманинов Вот он Внизу Крупно Выделен И справа Знаменитый Бах Я думаю Вы все Знаете Иоганн Себастьян Бах Надо уточнять Потому что С фамилией Бах Было Пять Композиторов В доме В доме Находится Музей Квартира Елены Фабиановны Отчество Не очень Сложное Это я даже Не любые Гнесина Это старшая Сестра Которая Возглавляла Комплекс Музыкальных Соведений Обратите Внимание На протяжении Семидесяти лет Вот так Бывает В 1958 Году Возвели Помимо Учебных Помещений Еще здание Концертного Зала Вход Который Правда Расположен Со стороны Малоржевского Переулка Вот Посмотрите Концертный Зал А перед Входом Установлен Памятник Елене Фабиановне И посмотрите Как здорово Здесь Рояль У нее С крылышками То есть Это не просто Была Пианистка А вот Такая Вдохновенная Которая Сумела Прославить Не только Свой род Но и Всю Москву Итак Переходим Следующий Участок У нас Тоже имеет Свою Специализацию Это Дипломатический Участок Здесь Здесь Подряд Стоят Три Здания Посольства Вот Первый Из них Перед Нами Это Особняк Понизовского Дом Построен В 1903 Году Архитектором Кекушевым Вот Мы сейчас Удачно Смотрим На здание С угла И можно Увидеть Особенность Этого Авторского Замысла Смотрите Сооружение Как бы Составляет Ступенчатую Пирамиду Вот Здание Из подобных Прямоугольных Объемов По направлению К углу Высота Этих объемов Повышается И самая Массивная Это Угловая Башня Вот Хотя Дом Выполнил Достаточно Скромно Но очень Стильно И смотрится Замечательно Но это еще Мы скажем Это ранний Модерн Вот мы Посмотрим Позднее Кекушевское Здание Оно Кстати Будет Следующее Вот Внимание Мы переходим Вот Это можно сказать Что это построил Один и тот же Архитектор Да Вот Совершенно Да Разные люди Которые даже были Не знакомы Друг с другом Но вот это Уже Зрелый Модерн Это Особняк Ивана Миндовского Он построен В 1904 Году Это Одно Из лучших И самых Известных Сооружений Московского Модерна Здесь Собраны Все Приемы Архитектора Все Замечательные Все Что Делает Его стиль Неповторимым И легко Узнаваемым Ну давайте Я уже много раз Вам повторяла Ну давайте Еще вместе С вами Вспомним Первое Что Композиция Асимметричная Как я Говорю Модерн Не любит Порядка Дальше Что У нас Еще Здесь Очень Много Всяких Скульптур И лепнины Дальше Что мы Видим Еще Посмотрите Криволинейные Козырьки Вот Один Козырек Вот Другой Все Они Разные Формы Вот Третий Все Разные Формы Козырьки И Окна Окна Мы еще Рассмотрим На Другом Слайде Но Можно И здесь Отметить Посмотрите Какая Растекловка Окон Совершенно Невероятная Невероятные Криволинейные Рамы Ну и Конечно Как я вам Говорила Что Лев Кекушев Всегда Расписывался На своих Домах Вспоминаем Вспоминаем Это Что Ищем Льва Ищем Льва Но Вот Здесь Небольшая Загвоздка Снаружи Льва Не Видно Чтобы Найти Львов Нужно Зайти Внутрь Но Зато Вся Парадная Лестница Украшена Бронзовыми Так Главным Акцентом Уличного Фасада Является Крупное Трехчастное Окно Второго Этажа Вот оно По-моему У нас было А нет Вот я еще Хотела Посмотреть Смотрите Мы смотрим Теперь с другой Стороны И вот Видим Здесь еще Очень интересное Смотрите Какой Очень интересный Объем С такой С купольной Крышей Значит Он Сам Скругленный С скругленной Крышей И тоже Весь Украшенный Вообще Дом В стиле Модерн Нужно Обходить Вокруг Чтобы Увидеть Всюю Красоту И со всех Сторон Он Будет Разным Ну что Мы еще Еще Мы здесь Увидим Посмотрите Здесь Наверху Огромная Скульптура Стоит Но она Больше Человеческого Роста Потому что Вот Мы ее Видим Снизу А вспоминайте Где еще Мы видели Огромную Скульптуру На крыше На Остоженке Но там Стоял Огромный Лев А здесь Фигура Плодородия Так Давайте посмотрим Что у нас Есть На От Отдельные Детали Дома Посмотрим Посмотрите Вот Под Фигурой Плодородия Кто у нас Здесь Вот Такие Маленькие Человечки Но если Мы Приглядимся То это Не просто Смешные Человечки А Они Символизируют Разные Виды Искусства Вот Кто-то У нас Там Рисует Кто-то Вырезает Кто-то Вырезает Скульптуру Кто-то Там Чертит В общем Это Непростые Человечки А вот Замечательное Окно Обратите Внимание Вот Трехстворчато Трехстворчато Окно Посмотрите Как крупно Видно С криволинейными Рамами И еще Обратите Внимание Какой Роскошный Узор На балконе Справа Овальное Окно Овальное Окно А над ним Тоже Женская маска И Листья Замечательно Красивые Так Так Ну мы с вами У нас Смотрите Еще один Секрет Есть Мы с вами Сейчас Незаметно Пользуемся Тем Что мы Онлайн И мы Заходим Внутрь Особняка Вот Посмотрите Видите Львов Вот Я вам Я вас не Обманула Львов Здесь Много А кроме Львов Что мы Здесь Еще Видим Мы Видим Замечательные Витражи Знаете Да Витражи Это Вот Такие Цветные Вот Витражное Окно Цветные Стекла Вообще Витражи Как правило Украшают Готические Храмы А у нас Вот В Москве Они Это Большая Редкость Так Что Вот Нам С вами Удалось Посмотреть А посмотрите Вот Мы Заходим Еще В Вестибюль И Тоже Какой Какой Шикарный Витраж Перед Нами Ну Хоть Мы Онлайн Но Дальше Передние Нас С вами Не Пустят Потому Что Сейчас В здании Находится Посольство Новой Зеландии Но Спасибо Им За то Что Они Нам Показали Парадную Лестницу И Холл Так Вот Еще Одно Дипломатическое Здание Посмотрите Это Тоже Модерн Тоже Модерн Но Как Он Не Похож А Вот Если Мы Смотримся То Мы И Вот Те Кому Повезло Путешествовать По Италии Тот Догадается Что Этот Дом Похож На Ренессансный Особняк Что Мы С вами В 14 Веке В Итальянском Городе Особняк Был Построен В 1910 Году Польским Архитектором Адольфом Зелексоном Который Работал В Москве 10 лет Вот А посмотрите Какой он Применил Интересный Прием Тоже Облицован Дом Облицован Плиткой Ну Я Не знаю Даже У меня Образование Не хватает Назвать Этот Цвет Какой Сероватый Зеленоватый Плитка Она Не Гладкая А посмотрите Имеющего Такую Рельефную Фактуру А все Украшения Выделены Ярко Белым Цветом Вот они Наличники Окон Колонки Балюстрада Наверху Здания Это все Такое Создает Контраст И делает Дом Очень Элегант Так Переходим Переходим Но не Переходится Ну Тогда Вот Посмотрите Мы Посмотрим Здесь Крупнее Детали Тоже Очень Красивое Вот Такое Окно С Колонкой В центре Называется Венецианским Недаром Италию Вспоминали А вот Здесь Посмотрите Какое Окно Огромное Наверное Там Находится Зимний Сад Вот И В этом Здании Что я хочу Сказать В этом Здании Сейчас Живет Посол Германии Так Что Вот Мы Посмотрели С вами Тоже Необыкновенное Здание Вот Еще Мы Смотрим Посмотрите Вход Как красиво Оформлен И Вот Здесь Тоже Какие Крылатые Чудища Грифоны Наверное И Тоже Здесь Хорошо Очень Видно Фактуру Облицовки И Лепные Украшения И Вот Мы Тоже Незаметно Заходим К послу В дом И Посмотрите А здесь Какая Красота Ну Здесь Мы Видим Такое Я Б Сказала Наверное В гости В готическом Стиле Убранство Зала И Весь Отдел Зал Весь Отдел Деревом Так Но Нам Мне Показывают Что Надо Бежать Иначе Мы С вами Половину Не Досмотрим Так Вы Бежали С шикарного Особняка И Смотрим Более Скромный На углу Струбников Переулком Это Усадьба Небальсиной В середине 19 века Этот дом Принадлежал Александру Кошлеву Он Был Публицистом Издавал Журналы Русская беседа Сельское Волгоустройство Обратите Внимание Какой Был Интересный Журнал Вот Но Известен Был В Москве Как Создатель Литературного Салона И В его Салоне В 50-е Годы Часто Бывали Ну Прямо Скажем Знаменитые А то и Великие Писатели Как Николай Васильевич Гоголь Аксаков И Знаменитый Философ Ча Дая Предполагают Что Хозяин Дома Стал Прототипом Откупщика Во втором Томе Романа Гоголя Мертвые Души А это Очень Второй Том Там С ним У Гоголя Были Очень Большие Проблемы Потому Что Он Хотел Найти Идеально Хороших Людей И Вот На роль Такого Идеально Хорошего Подошел Хозяин Этого Дома Поэтому Мы И Остановились Перед Ним Вот Ну давайте Побежим Дальше А Смотрите Вот Этот Ну Совсем Скромненький Дом А он Знаете Чем Интересен Во-первых Такой Посмотрите Одноэтажный Дом Как я вам Говорила Верхушечка Называется Мезоним Правда Он То есть Полтора Этажа Короче Говоря Ну Дом Простенький Но Чем Он Обращает Наше Внимание Это Единственный Деревянный Дом На улице Вот Ну Еще Тоже Обращает Внимание Своим Знаменитым Гостям Здесь У Генерал-губернатора Константина Павловича Нарышкина Бывал В гостях Путешествующий По России Французский Писатель Александр Дюма Это Было В 1858 Году И Дюма Оставил Великолепный Отзыв Что Его Просто Царственное Гостеприимство Вот Так Зная Наших Русских Людей И Вы знаете Ну Александр Дюма Все Знаете Его Трех Мушкетеров А у Него Еще Он Написал Путешествие По России Не Прошло Даром Он Написал Роман Россия Учитель Фехтоварная Называется О Русских Декабристах Итак Пошли Дальше И Вот Посмотрите Такое Странненькое Здание Перед нами Мы Посмотрим Два Последних Дома На Левой Стране Улицы Перед Нами Театр Киноактера Странненькое Это Здание Построено В стиле Конструктивизм Вот На 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 Месте Сначала Была Церковь А В 30-х Годах Был Построен Тоже Внимание Название Какое Интересное Центральный Дом Каторги Ссылки Прямо Скажем Невеселый Невеселое Название Хотя На Самом Деле Это был клуб просто тех людей, которые прежде были в ссылке. И потом здесь был кинотеатр, а в 45-м году это здание занял театр киноактера. Это единственный в своем роде театр, где могли вообще выступать любые актеры, играть любые актеры, которые снимались в кино и не имели своего театра, а здесь могли играть. Вот так здесь, например, выступал Сергей Бондарчук, Георгий Витцин, Николай Кручков и Иннокентий Смоктуновский. Вот совершенно такой странный набор. Ну и еще и Золушка здесь. Вы, наверное, не помните Золушку, а вот старшее поколение помнит. Это был такой знаменитый фильм. И здесь играла Юнина Жеймо. И вот последний дом на левой стороне. Мы его особенно не будем рассматривать. Он построен уже в 50-е годы. И такой стиль называли «Сталинский ампир». Но он тоже знаменит жильцами. В этом доме большую часть жизни провел писатель и автор гимна СССР и России Сергей Михалков. А также известные кинорежиссеры Андрон Кончаловский и Никита Михалков, дети писателя, проживали здесь в юношеские годы. Перед домом недавно установлен памятник Сергея Михалкова. Смотрите, какой интересный памятник. Он состоит из двух фигур и достаточно далеко друг от друга от стоящих. Видите, там на лавочке сидит Михалков. А слева девочка несет ему букет цветов. Ну, я не знаю, как вы сейчас читали. А раньше все дети читали про дядю Степу и другие его детские произведения. И очень его все любили. Ну, вот здесь фигура Михалкова вблизи. Итак, мы еще успеем добежать и на правую сторону. Посмотрите, перед нами, ну, просто сказочный замок. Это особняк Святополк Четвертинского. И дом необыкновенный, и фамилия у хозяина необыкновенная. Но он так, между прочим, князем был. Вот. Это особняк, где когда-то собиралась самая влиятельная в России масонская ложа. Особняк был построен в 1889 году. Вот. А замечательным архитектором Бойцовым дом похожий на зал. Выполнил в стиле модерн-романтического направления. По стилистике он что нам напоминает? Тот же ренессанс, но не итальянский, а французский. Так что, видите, мы с вами побывали в нескольких государствах сегодня. Вот. Шикарное внутреннее убранство здания. Тоже сохранилось. И выполнено по эскизам архитектора. Я хочу сказать, что вот архитекторы стиля модерн, они в своем доме все делали сами. Не только внешний вид, но и убранство. Внутреннее, вот до последней, до дверной ручки. Все было стильно, красиво, продумано. Вот вскоре после постройки этот дом купила жена генерала от кавалерии, известного филолога Алсуфьева. Графиня проживала здесь до 17-го года. Ну, в 17-м году она вынуждена была уехать в эмиграцию. Но надо заметить, что потом она приезжала сюда. По преданию, особняк Алсуфьева посещал император Александр Третий. В первые годы советской власти в доме проходили тоже, внимание, заседание Академии Вольной Духовной Культуры, который вел, ну, самый знаменитый, наверное, русский философ Николай Александрович Бердяев. А после, тоже интересно, в дом заселили городскую бедноту. Можно себе представить, что в этом доме было после Нью-Йорк. Это вы сами представляете. А с 1932 года по просьбе Горького этот особняк был передан Центральному дому литераторов. Кто только здесь не бывал в этом доме литераторов за годы его существования. Здесь читали свои рукописи, спорили, отмечали юбилеи. Твардовский, Симонов, Шолохов, Зощенко, Куджава и многие-многие другие. В стенах дома побывали всемирно известные люди. Например, датский физик Нильс Бор, американский художник Року Кент, знаменитые актеры Жераль Филипп и Марлен Дитрих и Джина Лола Бриджида. Представляете, это все звезды мировые. Здесь по-прежнему в этом доме проходят литературные вечера, фестивали, концерты и демонстрируют лучшие фильмы. А Маяковский и так отозвался об этом доме. Не знаю, петь, плясать ли, улыбка не сходит с губ. Наконец-то у писателей будет свой клуб. Вот, это подарок любителям Маяковского. А теперь мы тоже незаметно, тихо, на цыпочках войдем внутрь. Посмотрите, какой это самый красивый зал, шикарный. Ну, просто все в дереве, в резьбе. Мы посмотрим это с удовольствием, незаметно. А посмотрите, здесь не только стены деревянные, но и деревянный потолок. Вот, так что смотрите, вряд ли мы туда с вами зайдем, потому что там находится сейчас роскошный ресторан. Вот, я думаю, что не для нас. Но мы подсмотрели, нам нравится. Вот, и мы пройдем до конца улицы. Итак, следующий дом. Мы попадаем в классическую усадьбу. Это усадьба 18 века. Она принадлежала князям Долгоруким. Вот, тоже была, строилась немножко, достраивалась, и расширялся ансамбль. Но он смотрится единым, очень гармоничным. Вот, здесь тоже были интересные разные жильцы. Так вот, в середине 850-х годов в доме жила вдова Александра Сергеевича Грибоедова, Нина Чевчавадзе, и ее сестра, княгиня Екатерина Александровна Додиане, правительница Мегрелия. Вот так вот, не просто не поймешь кто. Так, а в домовой церкви, в усадьбе еще была и домовая церковь, здесь венчался Аксаков, Стючевой дочерью знаменитого поэта. Эта усадьба также известна еще как дом Ростова. Согласно легенде, Лев Толстой поселил тут героев романа «Война и мир». Вот, в 1920 году здесь открылся дворец искусств, в котором выступали Блок, Есенин, Пастернак, а в 1932 году в здании разместилось правление Союза писателей СССР. Вот, в 1940 году толпы людей пришли сюда по печальному поводу проститься с Михаилом Анатольевичем Булгаковым. Вот, в 1958 году, вот мы видим еще раз фасад здания и наверху герб, это вот настоящий герб долгоруких. Вот, здесь вот мы видим его крупно, можем рассмотреть, вот кто интересуется Геральдикой, разберитесь, это же целая история рассматривать. А вот в 1958 году был возведен памятник Толстому. Ну и последний дом совершенно вообще бегом, он торцем выходит на Поварскую, а его главный фасад выходит на уже Кудринскую площадь. И здесь находится музей Чайковский и Москва. В этом доме Петр Ильич Чайковский жил два года, 1872 и 1873. Здесь он работал над второй симфонией, музыкой к сказке Островского «Снегурочка» и над другими произведениями. Вот, в музее собраны документы, фотографии, рукописи, личные вещи. И в музеях также проходят музыкальные концерты. Итак, мы с вами прошли всю улицу. Вот, читаем мемориальную доску. Прошли всю улицу, увидели очень много красивых домов, встретили много знаменитых людей. Ну, на этом мы и закончим нашу экскурсию. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...